ДИСКЛЕЙМЕР Алло? Наверное, ты уже заметил, что всё вокруг вдруг стало пиксельным? Ну, вроде того. А какого хрена? И кто ты такой вообще? Я бог обзор. Ты не выполнил обещания, данные подписчиков и забросил канал на несколько лет. Ты не был в коме? Нет, не был. Откуда ты можешь это знать? Я бог, ядрён-матрён. И сейчас ты в моей власти, я могу распылить тебя на пиксели одним щелчком пальца. Вместе с половиной вселенной? Нет, только тебя. Отстой. Ладно, и что я должен сделать? Ты должен пройти эту игру и сделать на неё обзор. Тогда ты сможешь вернуться домой. Ладушки. Панч Клаб. Как это не удивительно, игра от российских разработчиков. На первый взгляд, механика в игре незамысловатая. Качаешь статы, становишься мощнее, вкатываешь пи***ов. Но, как бы не так. Играем мы за героя ноунейма, которому как раз таки нужно прокачаться, отмудохать бойцов разной степени профессиональности, отмудохать грабителя магазина, медведя, крокодилов-ниндзя, Биба Пэйрокстеди, Брюса Лиха, Халка Хогана, Зангиева, инопланетян, пиратов, роботов, в общем, в очередь, сукиные дети. Я иду пинать жопы. Сука. Сука. Да б***ь. Забыл предупредить. Если ваши статы будут не раскачаны, или раскачаны криво, то мудохать, скорее всего, будут вас, и при том нещадно. Здесь важен баланс, а не стратегия, чем больше, тем круче. Игра предлагает всего три пути развития, завязанных на трех основных статах. Путь медведя через силу, с очень мощными, но энергозатратными ударами. Путь тигра через ловкость, с уклонениями и ударами ногами. И путь черепахи через вынослим, с завязанным на блоках, и изматыванием оппонента. Ну, я люблю крутить вертухи в щи, поэтому убираю путь тигра, и качаю ловкость. Кстати, немного забегая вперед, подскажу, что прокачка силы для приверженца пути тигра может быть фатальна, так как влияет на точность ударов и энергозатраты. Поэтому я под конец слил силу до единицы. Кстати, да, в конце каждого дня какое-то количество наших статов откатывается, поэтому их нужно постоянно поддерживать. Сквозь игру и прокачку персонажа, как бойца, двигается сюжет, и появляются все больше персонажей. Но обо всем по порядку. Нашего героя будет звонок от того самого полицейского, который приютил нас у себя после смерти нашего бати, которого в свое время убил некий человек в черном. Наш опекун говорит что-то вроде «Я, мол, больше на тебя тратиться не собираюсь, так что пиздую на стройку на хлебник». Ну, сказано, сделано. Однако по пути нам попадается какой-то лысый здоровяк с битой, который собирается нас грабануть. Но мы не отступаем, ибо не зря столько тренировались. Мудохаем этого урода. Черт. За нашим позором, как оказалось, наблюдал тренер по боксу Миг, у которого есть знакомый хозяин качалки Сильвер, где нам открывается путь в любительскую лигу. А это значит, что в дальнейшем нас ждет следующий образ жизни. Тренировки бои. Тренировки бои. Тренировки бои. Работать! Но одной лишь любительской лигой сыт не будешь. И после пары боев к нам подходит парень по имени Рой, который, оказывается, поставил на нас и неслабо наварился. Поэтому приглашает нас в бар. У того самого бара ошивается основатель бойцовского клуба Тайлер, который предлагает нам немного поразбивать лица другим местным заблудыгам, которые, в общем-то, за этим сюда и приходят. И с этого момента квесты начинают вылезать один за другим. После того, как мы отоварим всех к ничуг, Тайлер попросит нас навестить его брата-близнеца по имени Майки, который живет в трейлерном парке. Также немного погодя, продавец магазина Апу дает нам наводку на своего старого друга по имени Кейси, который является хозяином пиццерии и может предложить нам работу. Помимо обычной работы доставщиком пиццы, Кейси может предложить нам доставить пиццу особому заказчику. Когда мы соглашаемся, нас телепортируют в канализацию и далее мы встречаем крокодилов-ниндзя. Также можно вступить в подпольную лигу, где крутятся серьезные деньги и дерутся серьезные чуваки. Настолько серьезные, что проигрыш в подпольной лиге гарантирует тебе травму, которая будет снижать эффективность наших тренировок. До кучи плюс ко всему этому мы находим у себя дома таинственный чемоданчик, который указывает нам на места, где совершались преступления таинственной банды в масках животных и побуждает нашего персонажа стать супергероем. В общем, нам предстоит чистить рыло местным синякам, которые тусуют у бара, колотить бойцов любительской лиги, колотить бойцов подпольной лиги, надирать хвосты ниндзя-крокодилам и выполнять обязанности супергероя. Для неподготовленного игрока существует риск и забросить игру к хренам из-за свалившейся на голову радости. Особенно, если вы изначально выбрали высокую сложность. Кстати, о сложностях. Легкий отличается от среднего только тем, что твои статы не откатываются в конце дня. И, как мне кажется, это наоборот только усложняет игру, так как я уже упоминал о том, что среди твоих статов важен баланс. Но на легком уровне сложности ни о каком балансе речи идти не может. Либо качаться надо крайне аккуратно и избегать упражнений, которые качают все три показателя. Иначе будет крайне легко запороть персонажа и статы уже не слить ради баланса. На тяжелый уровень сложности я даже заглядывать не рискнул. Сыкло! Пусть завали! По ходу прохождения нам также не обойтись без баферов. В их роли выступают Рой и его сестра Адриана. Рой ходит с нами в качалку и с ним все тренировки приносят больше эффекта. А Адриана дает чувство улюбленности, из-за которого мы меньше устаем и не так сильно хотим жрать. И да, как вы уже наверняка заметили, игра просто пестрит отсылками изо всех щелей. Сначала я хотел отмечать отсылки и пасхалки по ходу своего рассказа, однако понял, что ролик таким макаром может очень сильно затянуться и скорее всего потеряется нить повествования. Так что, если вы хотите, отпишитесь в комменты и я сделаю отдельный ролик, где отмечу все возможные пасхалки и отсылки в Панч Клабе. Не этого ждут от тебя люди! Да знаю я, что задолжал им второй секрет. Может ты прекратишь меня перебивать? Так вот, основной целью нашего героя становится магический амулет его отца, который хоронил старый друг его бати по имени Сильвер, тот самый хозяин качалки. Но благополучно прыгал его, откупившись от местного главы мафии Дона Корлеоне. Дон, в свою очередь, обещает вручить амулет победителю грандиозного боя с Зангеевым, который он организует. Но для этого нужно получить карту профессионального бойца. А это значит, что теперь мы будем мудохать, не доходя к любителей, а уже серьезных чуваков. Но ведь... Не зря вы столько тренировались. Да! Сейчас мы покажем этим катушарам, кто здесь бати. Да! Да, блядь. В общем, потом и кровью мы добываем эту сраную карту, готовимся к поединку, но в день боя ломаем ногу и не можем участвовать в соревнованиях. Выступить за нас против Зангеева вызывается наш друг Рой. И в этом неравном сражении трагически погибает. Зангеев вместе с амулетом улетает в Россию, а это значит, что мы должны отправиться за ним. В заснеженной России матушке мы живем в доме у еще одного старого друга нашего почившего бати Ивана. Рубим дрова, подтягиваемся на турничках, кушаем борщик с пирожками, еб так жил. Иван, в свою очередь, рассказывает нам, что Мик, Сильвер, Джон, наш батя и он сам организовали этот самый панч-клаб. И были хранителями того самого медальона, который наш отец решил поделить между сыновьями пополам. Кстати, да, по сюжету у нас еще и брат, оказывается, есть. В общем, Итогом суровых тренировок на морозе будет бой с медведем, а после него и с самим Зангиевым. После победы мы с половиной амулета и полными штанами радости возвращаемся домой. Мик зовет нас к себе и сообщает, что вторая половина амулета находится у таинственного человека в черном, который на своем острове устраивает бои среди самых крутых бойцов мира и который, кстати, и убил нашего отца в начальной заставке. Мик предлагает план. Чтобы попасть на этот супер-пупер-контестант человека в черном, нам нужно доказать, что мы не хер с горы, а реально крутой боец. Для этого нам нужно связаться с супер-крутым менеджером, который поможет нам с увеличением узнаваемости наших щей и даст возможность подраться с бойцами мирового класса. Однако, число этих бойцов пробивает небесную твердь и они отказываются драться со всякими нонеймами. А это значит, что нам нужно сработать как можно больше славы. Чтобы достичь нужных показателей, мы можем закатывать крутые тусы или сниматься в кино. Фу-фу-фу! Нет! Нет! Не в таком кино. В боевиках, которые представляют собой бои на выживание. В общем, нашим первым противником в мировой лиге будет некто Модерн Майк. Ну что ж, всего лишь очередной противник на пути к мировому чемпионству. Ведь не зря мы столько тренировались. Эй, я сказал, не зря мы столько тренировались. Да-да, блядь, конечно. Ну вот хера, чем этого не доноса! Давай уже запускай, ну чё ты медлишь там? В общем, Модерн Майк отметил меня как младенца. Кажется, пора применять магию. Забыл упомянуть, что в этой игре есть некий аналог стероида, который поднимает один из наших статов на две единицы на два дня. Однако, злоупотреблять этими штуками не стоит, иначе можешь словить отходос. Момент с отходосами я, к сожалению, не заснял, но если мне не изменяет память, из-за них эффективность тех, кто их тренировок на время упадет. В общем, после того, как мы отмутузим мировых чемпионов, мы получим приглашение на остров, где в финальной схватке столкнемся с нашим братом. А дальше последует такой сюжетный твист, от которого у вас просто защемит левую пятку. Но его я спойлерить не буду, несмотря на то, что по сути тем и занимался в ролике, что спойлерил сюжет. Панч Клаб это очень крутая и расслабляющая игруха, которая вызывает теплые чувства ностальгии по временам восьмивидных приставок, а также культовых боевиков и комедий. Несомненным плюсом является и то, что в нее можно преспокойно играть на вашем смартфоне, например. Первый раз я прошел Панч Клаб как раз на мобилке, то ли на первом, то ли уже на втором курсе универа. И если вам хочется как-то скоротать время в транспорте, в очереди, на скучной лекции, то Панч Клаб прекрасно для этого подойдет. И вот так внезапно я осознал, что из кинообзорщика я стал обзорщиком пиксельных игр для мобилок. Это, конечно, шутка. Хотел извиниться за долгое отсутствие и в этот раз я действительно серьезно намерен вернуться. Следующий обзор будет на более серьезную игру, как я и обещал, а пока что для разогрева просто решил сделать как-то напомнить вам о своем существовании и себе, как работает Sony Vegas. Ну что, обзор подходит к концу. Может, ты меня уже отпустишь? Так и быть. Попрощайся со зрителями и вернешься домой. Ну а с вами был и есть Рамин Драгар. Смотрите только хорошее кино, играйте только в хорошие игры. Всем удачи и... Я вернулся, детка!